Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. Загадочное преступление. На месте пожара нашли мужчину с огнестрельным ранением. Озеру быть или не быть общественный совет обсудил судьбу водоема дикой утки. Слишком много пассажиров. Итоги рейда ГИБДД. Сильнейший из врачей в Рязани прошел всероссийский чемпионат подзюдо среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Погибшего мужчину с огнестрельным ранением нашли в сгоревшей квартире на улице Молодцова. Пожар произошел накануне, 28 февраля. Однако, как выяснилось, жил он не один. Все обстоятельства трагедии выяснит следственный комитет. Спрашивали хлопок, слышали? Я говорю, не слышала. Я слышала, такой, как будто на пол что-то падало. И такой вот, прям такой, знаете, вот так вот как-то. Квартира Татьяны находится этажом ниже. Дома она была не одна, а с внучкой и мамой, у которой 28 февраля, день рождения, ей исполнился 91 год. Подготовиться к застолью спокойно не удалось. Примерно в 16 часов в комнате пожилой женщины запахло дымом. Татьяна побоялась за состояние домочадцев, вызвала скорую и пожарных. Маму и внучку вывела из дома. В злополучной квартире, рассказывает она, жил 60-летний мужчина с пожилой матерью. Скажем так, он человек очень замкнутый. Он нигде не работал многие-многие годы. Он был, ну, мне кажется, там что-то с психикой было неладно. Потому что, когда я достеклила балкон, он устроил такой, я сейчас милицию, я сейчас всех вызову. А после этого, вот где-то год три назад он ко мне заходил даже. Но я с ним разговаривал, как с больным человеком. Спасателям пришлось выбивать дверь. К счастью, пожар был не сильным. Его потушили буквально за пять минут. Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь возгорания состояла 4 квадратных метра. Спасателями было обнаружено тело 61-летнего хозяина квартиры с огнестрельным ранением груди. По данному факту, московским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина проживал в квартире один. Злоупотреблял спиртным. Во время возгорания квартира была заперта изнутри. Основная версия произошедшего – суицид. Случившееся шокировало соседи. Однако они знали, что в доме есть оружие. Отец мужчины был охотником. Спиленный, самодельный обрез, как вот я послухал, самодельный обрез. Так, наверное, у охотников проверяют как-то оружие. Уж этого овса нету тысячу лет. И если нездоровый человек, и если оружие в доме. Что случилось с остальными обитателями квартиры, соседи не знают. В любом случае, все точки в этом деле расставит Следственный комитет. Дина Ислева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Общественное заседание о судьбе озера Дикой утки. Представители Министерства природопользования, Россельхознадзора, а также других служб города собрались, чтобы обсудить главные вопросы касаемо водоема. Законно ли там застройка? Узнайте в нашем следующем материале. Первое обращение по поводу озера Дикой утки, по словам чиновников, поступило около трех недель назад. С этого момента началась проверка сразу по нескольким направлениям. Частная ли эта территория? Законно ли проводить здесь работы? И, что самое главное, а существует ли озеро вообще? По информации Московского Вокского бассейна водного управления, водные объекты там не зарегистрированы. Официально в ГВР информация о водных объектах на данной территории. Вот конкретно озеро Дикой утки, такого озера нет в Государственном водном реестре. Однако, это не исключает возможности нахождения там каких-либо водных объектов. Будь то болото, будь то ручей, река, озеро, все что угодно. Но это просто не зафиксировано в водном реестре. Андрей Машинистов добавил, что подобное встречается довольно часто, когда озеро есть, а на картах в реестре отсутствует. Занести водоем на карты могут специалисты из гидромедцентра. Соответственно, после проверок. В данном случае они там действительно имеются. В спешном режиме, сегодня мы посмотрели, на протяжении уже многих лет они присутствуют, не пересыхают. По поводу того, что еще замечание, что очень много озер вдоль, вот этих старичных озер вдоль реки Аки, да, они, большинство из них не внесены в водные реестры. То есть, потому что их очень много, очень-очень много. Вот только есть в этой истории свои проблемы. Территория, на которой расположено озеро Дикой утки, находится в частном владении. То есть, на всю местность протяженностью 44 гектара проход специалистам без специального разрешения запрещен. Стоит отметить, что владельцу земли штрафы уже выносили. Правда, за другое. По словам чиновницы, куча строительного мусора попали на муниципальную территорию. Обнаружено 8 мест складирования на границе земельных участков, которые мы рассматриваем и рядом. Вот между ними, соответственно, префектура пришла, штрафовалась в соответствии с правилами водоустройства. Мы не можем собственника на его земле штрафовать. Это его земля, там он может. Там, где муниципальная земля, и у него зашли отходы, да, конечно, мы протокол об имминистративном правонарушении был составлен. В настоящий момент представители различных ведомств отправили запросы в Росприроднадзор с целью установить, был ли причинен вред почве в ходе строительных работ и в Росреестр, чтобы узнать, используется ли земля по назначению. Ответ на самый главный вопрос прозвучал, но он неутешительный. Чиновники говорят, что проводить работы на озере Дикой утки можно, ведь земля частная, а водоем не внесен в Росреестр. Но как только он там появится, все работы должны прекратиться. Вместе с тем, для определения конкретно нарушений водного законодательства мы направили запрос Крутовскому, то есть в Росгидромет, который подтвердит или опровергнет, ну то есть, если есть водный объект, мы тремя руками за и готовы отработать, то есть, сами в административном порядке. Исход ситуации зависит от специалистов гидрометцентра, которые и вынесут окончательное решение, существует озеро или нет. А пока всем остается наблюдать, как места гнездования чаек практически ежедневно засыпают землей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Анна Рослякова назначена первым заместителем председателя Рязанского правительства. Постановление подписал губернатор Николай Любимов в пятницу 1 марта. Постановление вступило в законную силу с момента его подписания. Напомним, эту должность упразднили осенью 2017 года. Вернули только в феврале. Анна Рослякова окончила с отличием Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Квалификация юрист. С 2009 года работала в правовом управлении администрации города Рязани на различных должностях. В 2017 году занимала должность заместителя министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области. С 19 сентября 2017 года исполняющая обязанности министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области. 23 января 2018 года назначена министром по делам территорий и информационной политики Рязанской области. 11 декабря 2018 года назначена на должность заместителя председателя правительства Рязанской области. В Рязани прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД и Ространснадзора проверили безопасность общественного транспорта. Наиболее частые нарушения – это превышение количества пассажиров. Проверка документов, наличие аптечки и правила перевозки пассажиров – вот что интересовало инспекторов госавтоинспекции в первую очередь. Как показывает практика, нарушения встречаются довольно часто. За истекший период 2019 года сотрудниками госавтоинспекции выявлено свыше 530 нарушений правил перевозки людей автобусами, свыше 240 нарушений, связанных с управлением автобусом при наличии неисправностей. В январе 2019 года по вине водителя автобусов произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы и один человек погиб. Вячеслав Мажаров работает водителем маршрутки всего три месяца. Нарушений у него сотрудники ГАИ не выявили, поэтому он продолжил путь вместе со своими пассажирами. Еду спокойно и все. Больше ничего им не надо. Самое главное не гоняться конкурентами. А вот этот водитель на эмоциях подошел к представителям госавтоинспекции и на повышенных тонах попытался оспорить предписание. Хотя в его транспортном средстве было значительное превышение количества пассажиров. Часто причинами аварии с участием общественного транспорта являются неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности и нарушение требований сигналов светофора. Одним словом, в погоне за выгодой водители маршрутных такси в итоге теряют гораздо больше. Но есть и другие нарушения, которые встречаются при проверке транспортных средств. Нарушение лицензионных требований. Второе. Разбитые лобовые стекла, отсутствие карты маршрута, неправильное заполнение путевых листов. По словам Дмитрия Петрова, только за этот год штрафов выписали на сумму почти 900 тысяч рублей. Сами жители города в большинстве своем довольны работой водителей общественного транспорта, в том числе маршрутных такси. Все хорошо и останавливаются в уровне, где надо. В Рязани, мне кажется, маршрутки хорошо везде будут. Нарушений никаких не видел таких. Так что все хорошо. Ситуации разные бывают на дорогах. Может быть и обгоняют, но в пределах разумного. Потому что это безопасно. Ну, по сравнению с тем, что было раньше, лет 10 назад, когда начинали маршрутки ездить только, сейчас совершенно безопасно. Такие рейды проводят каждую неделю в разных точках города. Цель одна – сделать поездки в общественном транспорте более безопасными и комфортными. При этом узнать, где в очередной раз будет ждать сотрудников госавтоинспекции, невозможно. Поэтому лучше всего просто не рисковать. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 1 марта в Рязани прошел всероссийский чемпионат подзюдо среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. В соревнованиях приняли участие 9 команд из разных регионов России. Спортсмены, студенты, ординаторы и аспиранты. С ними пообщалась Мария Рудая. Крупкая девушка с мечтами о победе совсем не в женском виде спорта. Александра Принц сейчас учится на третьем курсе лечебного факультета РязГМО. Она легких путей не ищет ни в спорте, ни в профессии. Ее привлекают травматология, кистевая хирургия, ревматология, но более всего спортивная медицина. Спорт она гармонично вписывает в свой плотный график. Говорит, во многом это даже помогает. Дзюдо – это больше, чем просто спорт. Дзюдо, оно закаляет свой характер. И это помогает жизни. Просто делать какие-то маленькие победы к своим маленьким целям. Также помогает даже в учебе. Еще одна спортсменка Александра Шереметинская приехала из Казани. Она призналась – дзюдо – важная часть ее жизни. Дзюдо – это тот, наверное, вид спорта, который помогает выписывать энергию. То есть энергия все-таки накапливается, где можно почувствовать содружество за счет коллектива. Это уже третий чемпионат под дзюдо, который проходит на базе Рязанского медицинского университета. Рязгемо – вуз спортивный. И, конечно, национальному виду спорта здесь уделяет особое внимание. Дзюдо – это и спорт, и философия. Это спорт мужественных, сильных и благородных людей. Поэтому, наверное, так много сейчас людей направлено на этот вид спорта. Мы, конечно, очень рады, что и наши студенты занимаются дзюдо. Главная цель соревнований – укрепление спортивных связей среди вузов и формирование здорового образа жизни у студентов. То, что сегодня проводится в очередной раз уникальное мероприятие на базе нашего Рязанского государственного медицинского университета – спартакиада. И именно по таким значительно мужественным видам спорта, как дзюдо, у нас это только в своей оценке деятельности повышает еще более высокую ступень. Подбодрить спортсменов и дать им свои рекомендации пришли именитые дзюдоисты Андрей Волков и Михаил Пуляев. Каждый из них не понаслышке знает, что такое спортивный дух, победы и поражения. Поэтому их советы могут многому научить тех, кто сегодня борется на татами. Прежде всего терпение, никогда не сдаваться, то есть идти к своей цели – самое главное. Мне кажется, это не только дзюдо, характерно любому виду спорта, потому что может что-то не получаться, но если ты будешь верить в себя, верить в то, что ты сможешь, рано или поздно тебе что-нибудь получится. Участник Олимпийских игр Михаил Пуляев говорит, в дзюдо крайне важно уважение к сопернику, чтобы борьба не выходила за рамки татами. На сборы ездим, например, почти со всех стран. Сто стран, например, приезжают люди, тренируются, а так все дружат, с собой общаются. Дзюдо – национальный вид спорта, полный благородства. Во время спарринга будущие врачи получили дополнительную практику в искусстве борьбы. На этот раз соревнования закончились, но на следующий год в РязГМУ всех ждут снова. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Одно из самых запоминающихся событий, к сожалению, трагическое. К нему привела плохая очистка рязанских крыш от наледи. В среду на трехлетнего ребенка упала глыба льда. К счастью, жизни малыша ничего не угрожает. А между тем, рязанцы продолжают жаловаться на неочищенные крыши. С ними пообщалась Галина Кудряшова. Жизнь вне опасности стали известны подробности состояния мальчика, на которого в среду упала глыба льда. После происшествия его сразу доставили в детскую поликлинику номер один. Врачи признаются, травмы не угрожали жизни. Он был в сознании, он активно общался, у него никаких нарушений и функций не было при первичном осмотре. Врачи отмечают, что этот случай стал первым за последние 10 лет. Напомним, что мама с сыном гуляли около общежития филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения, когда сошла лавина. Здесь до сих пор оборваны провода, зато появились новые сигнальные ленты и подчищена крыша, чего еще вчера не было. Ну, во-первых, здесь всегда очень скользко, вот, и всегда вот заповорачиваешься сюда и еще спускаешься, то, конечно же, понимаешь, что здесь можно упасть. Вот, и не смотришь, что там на крыше, поэтому вижу, какая упала глыба. Глядя на крышу и глядя сюда, все-таки и мама достаточно далеко от крыши, поэтому тут вот я не знаю, как это вообще могло все произойти. Там вот у техникума всегда огорожено, вот несколько лет я здесь живу, там всегда у них огорожено, а здесь, ну, вы согласитесь, что далеко. То есть это вот, ну, случайность такая. По версии дирекции вуза, глыба льда отскочила от козырька здания прямо на мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В рамках расследования уголовного дела следователи изымают организационно-распорядительные документы учреждения, хозяйственную документацию, которая содержит сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности эксплуатации здания, и также лиц, ответственных за их выполнение. Проводятся допросы, иные следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшей трагедии. А вот об этом здании в социальных сетях ходили легенды. На состояние крыши жаловались уже несколько недель, ведь рядом школа номер 14, и мимо каждый день проходят ученики. Мы мимо этого дома ходить не можем. Там ходят школьники, постоянно, извините, школьникам, детям перекрывают дорогу, а никто ничего не делает. Раз в жизни сбросили лед, они бросили его на тротуар и ушли, а с тротуара никто. А я старая, мне 80 лет, я через их глыбы могу пройти? Наша телекомпания не раз делала сюжеты о состоянии городских крыш. Так, в проезде Грибоедова с дома номер 4 сошла снежная лавина. Она оборвала провода и разрушила железные удерживающие ограждения. Похожая ситуация на улице Петрова, дом 10. Снежный массив буквально уничтожил кондиционеры. От порывов ветра до сих пор шатаются металлические конструкции. Последствия никто не убрал. А в январе полуметровый слой снега разрушил крышу остановки на Московском шоссе. Бороться с проблемой самостоятельно призывают в социальных сетях. Для этого предлагают распечатать таблички с надписью «Осторожно, сосульки» и разместить их около потенциально опасных домов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Другое важное событие уходящей недели – выступление губернатора Рязанской области с посланием к рязанцам. Николай Любимов, как и в прошлом году, подвел итоги работы и рассказал о планах на текущий год. В зале филармонии представители общественности и руководители разного уровня. Тему продолжит Дина Ислеева. Губернатор Николай Любимов в начале выступления затронул темы, которые волнуют всех рязанцев. В первую очередь – это поддержка молодых семей. В регионе введены выплаты при рождении первого ребенка. Воплачивается региональный мат-капитал. Одна из важных тем – качество здравоохранения. В прошлом году проект «Бережливая поликлиника» вошел в тройку лучших в стране. Благодаря ему удалось улучшить качество медобслуживания. Однако проблем все равно достаточно. Трудно попасть на прием. Есть очереди к узким специалистам. В Рязанской области в прошлом году сделали первую операцию по трансплантации почки. Задача для врачей ОКБ – перейти на следующий уровень. Научиться пересаживать сердце и печень. В регионе большое внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. Уже в этом году начнется строительство нового корпуса онкологического диспансера. Одна из проблем волнующих жителей – утилизация отходов. По словам губернатора, свалки поступают вплотную к городам и селам. Решить проблему призвана новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором у нас стало рязанское предприятие «Экопронс», которое должно начать свою работу не позднее 31 мая 2019 года. А в ближайшие 4 года планируется построить 2 полигона для размещения ТКО, 1 мусороперерабатывающий комплекс и 7 мусоросортировочных станций. При создании необходимой инфраструктуры станет возможным полноценный переход на раздельный сбор мусора. Еще одна важная тема – дороги. Как отметил губернатор, южный обход Рязани начнут строить в 2021 году. Планируется построить дорогу, которая соединит северный обход и Михайловское шоссе. До 2020 года завершится строительство обхода Сасова. Губернатор отметил, что до 2024 года в нормативные состояния приведут 43% рязанских дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели регион получит 24 миллиарда рублей. Как отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская, губернатор в своем послании отметил все болевые точки, которые есть у Рязани и области. Важно, чтобы было затронуто социальное направление создания комфортной городской среды. К нам очень часто обращаются сейчас в последнее время граждане, которым так необходима программа перехода из аварии в ветхое жилье. И мы понимаем, как она сейчас востребована. Мы очень благодарны о том, что именно будет создана региональная программа, которая позволит в ближайшее время закрыть те проблемные точки, которые у наших граждан существуют. После послания губернатор наградил Рязанцев победителя региональной акции «Человек года» в номинации «Медицина». Победителем стал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Он отметил, что коллектив больницы немало сделал, чтобы заслужить эту награду. Задача, которая ставится на ближайшее время – помощь онкологическим больным. Это не только лечение, но и оказание психологической помощи. Мы входим в ассоциацию онкологических психологов мировую. И все вот эти вещи по пациент-ориентированности, которые вдвойне более важны для онкологических больных, мы у себя в клинике внедряем. После выписки этих пациентов от нас, каждый знает, что делать при возникновении каких-то побочных эффектов, либо осложнений. Знает, куда звонить, куда приходить и как справляться с этими болезнями. Еще одно направление, о котором говорил губернатор в послании трансплантологии. Следующий этап, который планируется реализовать – пересадка почки с поджелудочной железой. Большое количество пациентов с сахарным диабетом нуждаются в этом виде помощи. Дальше врачи научатся пересаживать печень. Когда откроется отделение кардиохирургии, можно будет пересаживать сердце и легкие. Эта задача на перспективу, как отметил Дмитрий Хубезов, через несколько лет такие виды медицинской помощи смогут оказывать рязанцам врачи ОКБ. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Попытка осушить водоем привела к экологической катастрофе. В селе Кирице Спасского района жители с прошлого года борются с соседом, который пытался оградить пруд и сделать его частью своего земельного участка. Эти действия могли привести к затоплению домов паводками и водами. Глава кирицкого поселения Надежда Терехина рассказывает, эта история началась еще в 2017 году. В администрацию с жалобами стали обращаться жители улицы Старокуйбышевская. Они сообщили, что сосед хочет оградить вместе со своим земельным участком, находящийся рядом пруд. Они выловили всю рыбу, осушили этот водоем, даже помпами искусственно выкачивали, и после того, как засыпали осавшуюся воду. И вся рыба в нем погибла. Как выяснилось, сосед решил, водоем входит в 12 соток, принадлежавших его матери. Проведенная экспертиза показала, это не так. Когда мы пытались сломать эти дамбы, искусственные насыпи, выходили брать данного соседа, бросались под технику, выходили, брали детей, под ковш вставали, и пытались доказать, что это их земля, земля их мамы. Мы пытались объяснить, что невозможно это, ребята. И что сейчас будет павдок, и будет подтопление соседних домов. Люди в панике. Засыпать пруд нельзя, по словам главы поселения. Через этот участок проходит естественный водооток, который впадает в реку Кирицу, а потом в Проню. Зачем копать на участке моей матери? Не там копать, не там, не там. Это естественный водооток. Не искусственно вырублено. Здесь проходит на шелкарас вода, которая идет с палки. Сейчас все искусственные насыпи вокруг пруда разрушены. Осталось только убрать ограждение. Сделать это соседу придется в любом случае. Вопрос в ближайшее время будет рассмотрен на заседании административной комиссии, которая может наказать рублем за нарушение закона. Дина Исляева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Нечем дышать. На втором браковском карьере рыба начала, что называется, выпрыгивать из водоема. Ее собирали мешками. Вылавливали, зачерпывая с очками. О том, как спасали водоем, расскажет Галина Кудряшова. Ажиотаж начался в понедельник вечером. На втором браковском карьере люди оставались даже в ночь. Ловили рыбу. Вернее сказать, вылавливали ее с очками. Лунки делали не как обычно топором, а выпиливали бензопилой. В ночь уже было тысяч пять. И с фонаря имеет. Ну и потом, конечно, полиция была и рыбнадзор. Сказали, что только 50 штук можно и с травой нельзя. Такие проталины теперь на каждом шагу. Народу хоть и убавилось, но сидят с самого утра. С одной стороны развлечения, с другой спасают рыбу. Дело в том, что под толстый слой льда в воду не поступает кислород. Рыба задыхается, а водоем, как говорят рыбаки, начинает гореть. Чтобы этого не происходило, нужно делать лунки. Если бы не мы, то рыба вообще загибла, подохла. Ну у нас вот, я вот, ну, три лунки, четыре подолбили в краю. Рыба инспекция не работает совсем. Они должны заниматься этим делом, а не мы. По словам местных жителей, этот карьер не горел ни разу. Поэтому для всех новость стала открытием. Рыбаки отмечают, что в этом году горят буквально все озера Рязанской области. В начале месяца наша съемочная группа выезжала на водоем Вилье. Там рыба выбрасывалась на берег, чтобы подышать. В этот раз удочки тоже с собой никто не берет. Только сачки и мешки. И лавили вот таких. Один идет с мешком. Я ему, покажи. Он таких вот показал, три штуки. Мы даже про таких рыб. Я вот живу на берегу, да. Мы даже таких рыб не слышали, что там чуть ли не белуха. А то бы она залегла вся на дне. А потом бы весной она бы в стуху вся вода была. Этого даем вообще, как считается, у нас купальными, да? Да. Здесь купальность, а Рязань. А если мы сейчас не ловили, то представляете, сколько рыб и какой запах на воду. Сейчас рыба выпрыгивать перестала, говорят, надышалась. Ведь лунок сделали очень много. Восстановить популяцию планируют во время нереста. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Платки ручной работы из провинции Кашмир, натуральная косметика, более 20 видов чая. В ТРЦ «Премьер» начала работу выставка продажа «Сокровища Индии». Товары из Индии отличаются не только своей яркостью и самобытностью, а еще отличным качеством. На выставку в Рязань привезли знаменитые индийские ковры. Они разных размеров и расцветок, а потому могут украсить любую комнату. Они удобные, они мягкие. Самое главное, что они натуральные шерсти. Это из Кашмира, которые делают эти ковры, руками делают. Из Кашмира привезли индийские платки и шарфы из шерсти и шелка. Они также сделаны вручную. Однажды купившие такой товар всегда возвращаются, рассказывают организаторы выставки. Это не восточная магия, просто вещи из натуральных волокон долго служат и радуют своих владельцев. Найти на выставке можно индийскую косметику и известные бады Хималая в основе лечебной травы. Крема тоже все натуральные, только травки в составе. То есть вот этот используется при мышечной суставной боли. Есть разогревающий, есть охлаждающий. Для любителей чаепитий более 20 видов чая из провинции Осам. Крупнолистовые из среднего и мелкого листа, гранулированные. Есть чай без добавок и с натуральными ароматизаторами. Это черный крупнолистовой с золотыми типсами. Типс – это два верхних листочка плюс нераскрывшаяся почечка. Это осамовский чай. Вот такой чай называется чайная индийская шампанская. Кроме того, на выставке продажи представлен большой выбор сумок косметики, бижутерии. Эти все товары из Индии, которые самые отборные, которые самые лучшие, там считаются, мы сюда привезли, чтобы люди их увидели, захотели купили. Выставка продажи сокровища Индии работает ежедневно с 1 по 17 марта. Рязанцев ждут с 11 до 19 часов на третьем этаже ТРЦ «Премьер». Денис Ляева, Дмитрий Ехимов, телекомпания «Город». Скидками в 15 тысяч рублей встречают покупательниц в гипермаркете «Меха и кожи Эль Мех». Европейская и дальневосточная норка, писец, лиса, чернобурка, мутон, нутрия. Выбор огромный. Более тысячи изделий в верхней одежде. Выгодная покупка к зиме. Гипермаркет «Кожи и меха Эль Мех» предлагает жительницам Рязани приобрести шубу со скидками 15 тысяч рублей. Жемчуг, махагон, графит, орех. Выбор цветов огромный. Одна из новинок – шуба из европейской норки, которая за пару минут превращается из короткой в длинную. Это шубка-трансформа. Цвет махагон, поперечка. У нее отстегиваются рукава. Делаются вот так три четверти. И отстегивается низ. Вот вы купили шубку, и у вас получилось две шубки. И длинная на холодное время года, когда холодная метель. И коротенькая. В гипермаркете «Меха и кожи Эль Мех» действуют скидки до 70% на шубы из лесы. Новые поступления – верхняя одежда из стриженной нутрии. Шубы необъемные, но очень теплые и практичные. А потому подобрать себе одежду на зиму смогут даже требовательные покупательницы. Модели разной длины и фасона. С капюшонами, накладными карманами. Еще одна новинка – без рукавки. Будете выглядеть очень красиво, модно, стильно. С кармашками, утепленные, горлышко закрыто. Вот такая вот замечательная чернобурочка. Вот такой вот необыкновенный цвет лесы. Любая девчонка оденет, будет выглядеть шикарно и модно. Для погоды, которая стоит сейчас, консультанты гипермаркета «Меха и кожи Эль Мех» предлагают без рукавки. И соболя с капюшонами. Короткие и длинные разных цветов. Вариант для автоледи – куртки с натуральным мехом. Сейчас вот очень модно шапки-сумки. Вот сейчас вот на курточках вот так вот выделаны. Утепленные внутри джинса и украшены вот таким вот песцом в цвете соболя. Очень красиво. Они вот в разном цвете. Девчонкам это все очень нравится. Ну вот сейчас это все очень в тренде. Гипермаркет «Меха и кожи Эль Мех» располагается по адресу улица Вокзальная, дом 6, второй этаж. Работает ежедневно с 10 до 20 часов. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад»